Всем привет! С вами блог Бородатая Пива. Вот, я вернулся из отпуска, поэтому обзоры, надеюсь, будут идти теперь чаще. Я постараюсь добавить какую-нибудь изюминку в обзоры, надеюсь, скоро вы её увидите. Вот, также по прошлым отзывам и лайкам я понял, что такой формат намного лучше, чем формат на зелёном экране, поэтому мы будем теперь вживую. Я надеюсь, я когда-нибудь куплю удлинитель для микрофона, и тогда будет совсем всё хорошо. Вот, представляю вам сегодняшнее пиво. Сегодня у нас американец. Пиво называется Founders. Рубау, Рубау, Рубоес. Не знаю, как правильно это произнести. Вот. Я его никогда не пил, поэтому сегодня для меня тоже будет проба. Я прочитал на сайте, что, собственно, это за пиво. Вот. На сайте пишется, что Founders, штатовская компания, что она недавно начала свою деятельность вести, но при этом у них первоначально были некоторые проблемы с тем, что они варили качественное пиво, но не запоминающиеся, и никто его, собственно, не пил. Тогда они решили сварить пиво как для себя, как они пишут, и, соответственно, у них все получилось. Теперь это одна из пяти крупных пивоварен в Штатах, я их никогда не пил, никогда не слышал, но надеюсь, это будет вкусно. Вот, у нас тут малинка, маличный эль, я думаю, что это просто обычный эль, возможно, выдержанный в бочках, где когда-то была малина, примерно как этот, как костил, который вишневый. Я думаю, что вот он должен что-то напомнить, только это разбери, а там все-таки вишенка. Ну, давайте откроем. Так, как обычно. О-о-о, пахнет очень прям малиново. Наливаем. Посмотрите на этот цвет. Такой прям качественный. Пенка даже есть немножко. Пахнет малинкой. Знаете, мне очень нравится. Сейчас попробую даже описать. Это очень-очень легкий эль, то есть эль, в котором, ну, ничего крепкого нету, то есть, вот обычный простой эль, немножко водянистый. Вот, но при этом, как будто его взяли, добавили в пюре малиновое. Вот, потом это все сцедили, и вот так вот это пьется. Да, очень, действительно, очень вкусно. Что же еще рассказать? Ну, я могу, наверное, сказать, что штатовское пиво. Я пью нечасто, знаю его немного. Есть Руж, я пил штатовский. Вот. Он был очень неплохой, только один из них, который я пел. Второй мне не понравился, я сейчас не назову. Да, вот, пожалуй, наверное, и все. То есть, к сожалению, к крафтовому пивоварению штатовскому я мало, что знаю о нем, поэтому буду так же, как и вы за ним следить, а вы следите за мной. Тут, кстати, на крышечке написано, сварено для вас. Бревит фуас. Да, действительно класс. Кстати, между прочим, стоило оно сравнительно недорого. Оно стоило рублей, по-моему, 200 с небольшим, то есть 210, там что-то типа такого. Для пива, привезенного за рубежа, очень неплохая оценка. Учитывая, что это значит где-то 4 бакса, если они даже меньше 4 баксов, то есть там 3 с небольшим, то, по-моему, вообще зашибись. Ну, собственно, мне об этом пиве, наверное, рассказать больше нечего, потому что оно, как вначале было вкусно, так оно и сейчас вкусное. Вот, я вам о нем поведал, соответственно, ждите следующих выпусков, ставьте лайки, вот, все о пиве будет в описании, ну, как обычно. Вот, подписывайтесь на канал, думаю, в следующем выпуске вас ждет необычная новая фишечка шоу, так что всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok